Депутаты, представители администрации городских и сельских поселений, руководители крупных предприятий и культурных учреждений, лидеры местных отделений политической партии и общественники всех уровней. В середине дня все они спешили занять места в Голубом фойе ДК имени Гагарина. Предварял доклад главы района, фильм отчет о результатах проделанной за год работы. Сергей Паховов назвал этот фильм немного пропагандистским, но свое выступление постарался построить в том числе и на ключевых проблемах и задачах, которые стоят перед районом. Их решением теперь занимается профессиональная слаженная команда. Мы должны работать по конкретным планам. Отсутствие очень малейшей стратегии привело за последние 20 лет. Наши города веселые, не очень хорошие состояния. По власти не будут работать руководители, которые не способны досмотреть в завтрашний день. Кто не понимает, что ему делать завтра, извините, как говорится, ничего личного. Кстати, принцип ничего личного стал для нас основным и в кадровом вопросе, перейдут с профессионализмом и желанием работать. Свой доклад глава района начал с экономики. Цифры за 2014-й назвал позитивными. Экономический оборот предприятий, как следовало из доклада, вырос на 15%. Объем отгруженной продукции в промышленности увеличился на 11%. Прирост инвестиций более чем в два раза. Если брать концентрированный бюджет района в целом, то доходы выросли на 16%. Мы впервые вышли на профессиональный бюджет. Смотря на проблемы экономики, в того полугодия мы заработали на 101 миллион рублей больше на бюджет, чем в планете. В районе за 2014 год были созданы 1145 рабочих мест. Впервые за последние 20 лет с гордостью отметил Сергей Пахомов количество жителей, ежедневно выезжающих на работу за пределы района, не только не увеличилось, но и даже уменьшилось. Для должников по аренде земельных участков взыскан 81 миллион рублей. Под особым контролем теперь проведение аукционов на размещение рекламных конструкций. Более 200 незаконно установленных объектов в прошлом году были демонтированы. Что касается сельского хозяйства, то тут, как следовало из отчета, тоже есть поводы для радости. Выросли основные показатели сельхозпродукции, а рост по производству зерна более чем в два раза. Активная работа в районе, рассказал Сергей Пахомов, ведется по привлечению инвестиций. По итогам года наш район пошел в строительство активных муниципалитетов в области по работе сельскохозяйствами. Отмечали нас не раз именно на федеральном уровне. К нам обратились в 20 очень много компаний. Проведена работа по формированию компаний в собственности Московской области. 1250 гектар земель. Это жилые инвестиционные, очень важные площадки, подыгившие проекты в области, часть из которых уже воскреплены. Сергей Пахомов пояснил, что производств уже действующих и вновь создаваемых в районе привлекательных для инвесторов хватает. Это и молочный завод, и осетровый комплекс, два частных технопарка, гостиницы, фермерские хозяйства. Образование и здравоохранение – два сектора, где внимание районных властей более чем повышенное. Но если в первой сфере есть значительные успехи, детские сады и школы района входят в число лучших в стране и области, то лечебным учреждениям есть куда стремиться. Помощь лечению оказывали 11 муниципальных учреждений в районе, в том числе района, в том числе района, в том числе городских, в том числе поликлиники, станция скорой медицинской помощи, центр профилактики. В сельских международных пунктах это 32 подразделения лечебных учреждений. Это все, что на сегодняшний день у нас есть в районе. Среди лучших в области наших учреждений пока нет. Также из успехов на 1 января 2015-го, заметил глава района, очередь дошкольного учреждения сократилась более чем в 7 раз. Обновилась материально-техническая база ряда объектов здравоохранения. Еще немного цифр. За прошлый год расселено 65 человек из шести аварийных домов. Сведена к нулю печальная статистика обманутых дольщиков в районе. В соответствии с утвержденным планом проведены работы по капитальному ремонту на сумму более 65 миллионов рублей. Что касается ЖКХ, то это самый проблемный вопрос. Износ коммунального комплекса почти 80%. С этим борются, как, впрочем, и с недобросовестными коммунальщиками. С управляющими компаниями, которые не хотят становиться прозрачными, мы работаем не в порядке. Наша вся текущая работа в этом году лишь раз подтверждает то, о чем я сказал. В результате наших слаженных силовыми и структурных действий, в 2014 году, в результате ресурсы, снабжающие на организации района, перечислено средств за потребленный газ почти миллиард рублей. Это 115% от начисленного. Эта цифра на 250 миллионов рублей больше, чем в 2014 году, при возле потребления всего чуть больше, чем на 100 миллионов рублей. Закрытие полигона Парфенова и сокращение аппарата чиновников, появление многофункциональных центров в поселениях и отмена само собой разумеющейся премии работникам районной администрации. Об этих и других не менее важных и значимых достижениях глава района рассказал в первой части доклада. Вторая часть была посвящена планам и перспективам. В экономике должно работать все, использовать каждый шанс для развития. Сергей Пахомов заострил внимание присутствующих на том, что необходимо идти навстречу любому созидательному бизнесу. Продолжится работа по привлечению инвестиций. Однозначно глава района высказался и по поводу строительства социальных объектов. Теперь ни один многоквартирный дом не будет построен, если его жильцы не будут обеспечены местами в детских садах и школах. Многое сделано, но еще больше предстоит. Как отметил Сергей Пахомов, главное, чтобы улучшения видели жители. Новая реальность требует нового подхода ко всему происходящему. В подобное время на власти лежит особая ответственность. Нам очень важно, чтобы люди почувствовали наше внимание к каждой своей проблеме. Никаких сомнений, что все у нас получится, нет, закончил свое выступление глава района. Присутствующие по завершению отчета расходились, обдумывая услышанные, приняв в сведению прозвучавшие в докладе прямые поручения и анализируя приведенные цифры. Я считаю, что перемены действительно кардинальны и перемены именно к лучшему. То есть чувствуется динамика к улучшению жизни жителей, ну я буду говорить о городе, жизни нашего городского поселения. И причем это, видимо, невооруженным глазом. Ну год был действительно тяжелый. Я поддерживаю главу района Сергея Александровича Пахомова в этом. И этот будет, естественно, нелегким. Но, тем не менее, будем работать совместными усилиями. Я думаю, мы достигнем высот и все будет у нас хорошо. Увидели, значит, перспективное направление будет развитие, значит, создание различных спортивных объектов, установку на скидские пруды, площадки для экстремальных видов спорта. Ну, надеемся на более, так сказать, активную работу с молодежью и появление вот таких вот замечательных спортивных объектов. Новый формат по-деловому. Понятны достижения, понятны перспективы. Есть над чем работать. Я скажу, что неоднократно вы, наверное, услышали о том, что звучало слово «команда». Когда есть команда, и задачи, на самом деле, сложные. Но только совместно, общими усилиями, можно решить поставленные задачи. В том числе и те, которые, как говорится, прозвучали и в адрес городского поселения. Татьяна Трушкина, Алексей Галкин. День города.